Небольшая добавочка из Измайлова. Дело в том, что новости, которые я записал, я 8 дней не мог нигде опубликовать из-за огромного размера файла и отсутствия интернета. У меня было примерно броуновское блуждание по родной стране или кривая пиана, нарисованная на России за эти дни. Вот, поэтому за это время случилось еще несколько вещей. Во-первых, уже, так сказать, Байкал Лайф прошел и там будет про лекцию на Байкал Лайф уже не актуально, она уже была. Во-вторых, вышел неземной подкаст Нас с Урдиным. Офигенный просто огонь. Третье, в Майкопе определились названия лекций. Одна будет про Нобелевские премии Эру Нэша и Конторовича и про их судьбы. А другая, обзор теории механизмов. Ну, более точную информацию, прям куда идти и так далее, узнаете с контакта. Ближе уже, буквально за пару дней. Так, значит, Минпрос сразу два подарка. Один плохой, один хороший. Значит, хороший подарок, что вроде как запретили использовать телефоны на уроках, а плохой, что, значит, бумажные учебники теперь школы не обязаны покупать. Вот так вот одновременно две новости, хорошая и плохая, от Министерства просвещения. Так, Ярославские школы, острая нехватка учителей, что контрастирует с сообщением Кравцова Владимира Владимировича о том, что все вакансии в комплекте. Ну и, наконец, наше открытое письмо президенту Путину про в госцифру. Ну, смотрите сюда. Думаем пока о том, как будем его, так сказать, подписывать, не подписывать или просто куда-то передавать там. В общем, пока просто прочтите и согласитесь, что называется, с текстом. Вот. Ну и вроде как буквоед будет в Питере 31 октября в 19.00 презентация книги. И кто-то меня звал в ИТМО. Я помню, что кто-то мне писал, приглашал в ИТМО, но я потерял переписку. ИТМО тоже можно будет организовать 31 октября или 1 ноября. Ну, а все остальные новости смотрите в продолжение этой короткой добавочки. Вот так вот. Продолжение прямо сейчас следует. Ну, с Богом. Поехали. Привет из Бериндеевых полян. Совершенно очный на этот раз. Не отложенная запись, а непосредственная сегодняшняя, которую я сейчас залью и выложу. Называется «Многочисленные новости перед началом 2022-2023 учебного года». Значит, запаситесь, пожалуйста, терпением, дорогие мои друзья, потому что новостей очень много. Они разбиты на блоки. Сразу скажу, какие именно блоки по содержанию. Но просьба прослушать все, потому что потом, то не спрятался я не виноват. Если кто-то скажет, например, что «Алексей был в Волгограде, а где же был я?» Да, ответ. Вы не досмотрели новости, которые я сейчас записываю. И это относится не только ко Волгограду, а и ко всем городам, куда я собираюсь поехать. Ну и все остальное тоже не пропустите. Итак, блок нулевой называется «Молния новости». Несколько небольших новостей короткого плана. Блок первый называется «Перед началом 2022-2023 года. Что происходит в школах страны». Блок два про книги, которые, одна из них уже вышла из печати, а другая выходит буквально на днях. Да, книги с моим авторством, да? Вот, точнее, с авторством на этот раз. Блок три. «Математические гастроли осени». Куда я особо, да, рекомендую обратиться тем, кто ждет моих визитов и хочет попасть на лекцию. Блок четыре. Мои избранные выступления. Здесь я просто расскажу про некоторые наиболее, может быть, знаковые выступления вот этого лета или конца весны. И приглашу всех посмотреть. Ну и в приложении будут некие дополнительные материалы. Даже я не буду их перечислять. Там многочисленные публикации в текстовом формате. И какие-то еще выступления, которые я не включил в избранные, да, но которые тоже были, да. Их всего было типа 20 или 30. Очень много. Поехали, да? Итак, блок ноль. Молнии. Первая молния очень негативная. Касается она фестиваля Brain Fest в Таганроге, который будет 10 сентября. Мне оттуда месяц назад написали и сказали, Алексей Владимирович, мы вас ждем. Я говорю, я не могу, потому что это суббота и вообще, как бы, извините, ну, не за такое небольшое время можно приглашать. Ну и в принципе, да, в субботу я сейчас не могу и, в общем, как бы, ну, так или иначе, это точно абсолютно невозможно, поэтому извините. Через две недели опять пишут, значит, Алексей Владимирович, мы вас приглашаем на наш фестиваль. Я говорю, у вас там какой-то, видимо, какая-то шизофрения в голове. Мне уже оттуда писали. Говорят, нет, нет, это я пишу, я снова пишу. Ну, вдруг вы там передумали, я не знаю, зачем. Короче, я опять ему совершенно твердо, недвусмысленно сказал, что на фестиваль я не попадаю. И что вы думаете? Буквально два дня назад мой друг Андрей Павликов мне присылает приглашение на фестиваль, в котором я среди спикеров. Друзья, я это ненавижу. Вот так дела не делаются. Все, кто сейчас имеет дело с этим фестивалем, пожалуйста, имейте в виду, это не чистоплотные организаторы, которые созывают моим именем людей. А потом, видимо, я не знаю, что они планируют сказать. Наверное, скажут, что Алексей в последний момент не смог приехать или что-нибудь в этом роде. Но дело в том, что я никогда так вообще не поступаю. Если я говорю, что я еду, я еду. И исключения там за всю жизнь были связаны два раза с рождениями Юры и Нади. И все, их не бывает, исключений не может быть. Я человек слова. Ну и вот это, конечно, прям настолько меня огорчило. И я решил, что так как я не могу заниматься всякими подачами в суд и прочим, я просто сообщу в интернете, что люди эти не чистоплотные. И просьба иметь это в виду при общении с ними. Вот так. Фу, что называется. Так, вторая молния. Очень, наоборот, положительная. Мои друзья, мой любимый интернет-проект Школково, в котором я сам, собственно говоря, тоже частично работаю и участвую, открывают всем учителям России по документам, которые будут предоставлены, да, что человек-учитель, доступ ко всем материалам с уроками и так далее и упражнениями. Ну, просто, что называется, подарок, да. Берите. Вся информация указана, пожалуйста, обратите внимание, да, в описании к видео. Все ссылки, пост со всей информацией, телеграм-канал для учителей, куда всех зовут, чат для учителей, видео-анонс. Мы, на самом деле, постепенно собираем учителей России под, просто, так сказать, под нашу общую крышу, что мы, если вдруг нам все-таки поручат руководство образованием, где-то надо будет брать грамотных учителей, и одно из мест, где я буду их точно брать, это Школково, которая очень хорошо учит, и, соответственно, тех, кого она научит, мы будем приглашать. У нас даже вебинар был, я спросил, кто пойдет в учителя, и там сразу не, типа, там, несколько сот, что ли, ну, очень много плюсиков такие поставили, я пойду, я пойду, я пойду, если вы будете министром просвещения. Вот, и также будет открыта Олимпиадная неделя от Школково по ссылке, вот, это будет вести Дима Белов, тоже приходите. Так, следующая молния, огромное спасибо, значит, огромное спасибо двум моим подписчикам, Евсееву и Можарцеву, забыл я имена, извините, друзья, простите меня, ради бога. В общем, ребята вычитывают задачи, присылают опечатки в задачах, которые на 100 уроках математики уже опубликованы, ну, без опечаток не бывает ничего, но, значит, благодаря моим подписчикам, благодаря тем, кто туда заходит, мы эти опечатки исправляем. Прямо огромное спасибо, и обоим ребятам, конечно же, в подарок все мои книги, о которых речь пойдет ниже, с дарственной подписью. Так, Василий Мантуров просит рассказать про то, что в сентябре возобновится занятие Всероссийского математического кружка. По ссылке, там нужно как зарегистрировать и так далее, вот, приходите, присоединяйтесь, это математический кружок, ну, такой, вебинарного формата. Такс, ну и, наверное, последняя молния заключается в том, что я еще раз приглашаю всех подписаться на Бусти, да, потому что Патреон больше мы, как бы, ну, не очень в данных условиях актуальны, хотя он еще есть, мы когда-то спасем деньги оттуда, но я приглашаю всех подписаться на Бусти, чтобы мы спокойно занимались нашим любимым делом, а именно записи видеороликов. И вот ссылка вот здесь, да, меня спрашивает, а куда подписаться? Я говорю, ну как, ну я же в описании, да, указал. Вот в описании все указано. Так, первый блок книжный, это был нулевой книг, нулевой блок, теперь книжный блок. Занимательная экономика уже в магазинах. Ниже вся информация в самом-самом-самом низу описания к этому ролику. Заходите и смотрите, и там ищите, где вам лучше купить, заказать. И т.д. Либо, пожалуйста, скачать, значит, бесплатно на моем сайте версию, если денег совсем уж нет, а хочется читать. Вот. Дальше книга «Введение в настоящую математику» Казимиров-Саватеев. Да, «Занимательная экономика» это Саша Филатовым. А «Введение в настоящую математику» с Николаем Казимировым, с огромной благодарностью Миши Бочкареву, по мотивам «100 уроков математики» тоже вот-вот выйдет буквально на днях. Она тоже, естественно, бесплатно скачивается в интернете. Вот сейчас я завершу и найду ссылку для скачивания. Значит, первая выручка от 500 экземпляров прямо целиком пойдет на допечатку. Поэтому, значит, торопитесь тоже купить. Обе эти книги будут выставляться в московской книжной ярмарке. Я на нее не попадаю. Дата не подходит. Это 2-5 сентября в Москве. Но вы, пожалуйста, спешите туда. И, соответственно, покупайте эти книги. Ну и вообще, в принципе, ярмарка классная штука. Блок 2. Школьный. Чего ждать от 2022-2023 учебного года? С 1 сентября вступает в силу в ГОС новый, который уже прозвали в ГОС цифра. Что реально происходит? То есть мы можем там говорить, что в нем есть какие-то строки, позволяющие учителю вообще не... Ну, так сказать, позволяющие школе вместо учителя включить дистанционно учителей издалека, так сказать, да, на уроке. Но пока не видно, чтобы это реально происходило, хотя может быть всякое. Но что реально происходит, видно по выступлению Вологодского. Так, сейчас я открою. Вологодский министр или как его там? В общем, статья на Яндекс.Дзен Александра Владимировича Шевкина. Да, департамент образования. Начальник департамента образования Вологодской области на педагогическом совете. Прекрасно, что все это выложено в интернете, и родители могут уже ужасаться, бояться и возмущаться. Я дам краткое резюме, чтобы понимать, что происходит. Мотивирующий монетарь, да, что мне бросилось в глаза из неприятного. Некоторые вещи там совершенно нейтральные, я их комментировать не буду. Мотивирующий мониторинг. Правильно похвальное действие, за которое школу будут поощрять. Даны формулы. Чем выше показатели, тем лучше будет для школы. Например, доля обучающихся, по которым осуществляется введение цифрового профиля. Цифровой профиль – это совершеннейшая профанация. Мишки прислали, там мы смотрели и смеялись. То есть там какие-то указанные достижения, какие-то хорошие не указанные, какие-то бессмысленные указанные. В общем, корреляция этого цифрового профиля с реальными достижениями ребенка пока не прослеживается слишком сильная. Ну и я не ожидаю от этого профиля ничего хорошего, потому что извне увидеть, то есть как бы так вот, да, нужно взять. Они хотят, чтобы все 150 миллионов жителей, а учеников, соответственно, сколько-то, не знаю, 10-20 миллионов, да, чтобы они все вот так вот раз и были расклассифицированы по какому-то профилю. Понятно, что это просто от лени делается, и сделать это совершенно нереально, и никогда это не будет работать. Да, то есть цифровой профиль – это что-то мертворожденное, но, значит, по этой доле будут максимизироваться, школы будут максимизировать эту долю. Так, доля обучающих, которым предложены рекомендации по повышению качества образования и формированию индивидуальных траекторий. Тоже чушь полная, несусветная. То есть индивидуальные траектории – это что-то из серии в Сириусе или где-нибудь еще в каких-нибудь, на каких-нибудь сменах суперталантливых детей, там можно, да, с каждым ребенком отдельно поговорить, но в классе, там, где 40 или 30 человек, говорить о каких-то индивидуальных траекториях – это просто сотрясать воздух. Так, доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового контента. Работники и так могут использовать контент. Выше я сказал, что Школкова дает всем учителям нормальный контент, настоящий, но он не верифицирован. Он верифицирован от СОС, который, наоборот, ничего, ну, на данный момент ничего особенно такого хорошего не содержит. А если вы будете еще и заставлять ее использовать, то ясно, что никаких стимулов туда что-нибудь дельное закладывать не будет, потому что все равно будут, ну, как бы, учителя будут вынуждены ее использовать, по нему будут максимизироваться, да. Соответственно, весь нормальный цифровой контент будет заменен на вот тот, который туда закачивается. Ну, и на лицо искажения стимулов, конечно же, да. Ну, и вообще, когда вы максимизируете, дальше все это тоже, да. А, вот, особо, особо красиво. Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологии автоматизированной проверки. Ну, ведь понятно, да, что автоматизированная проверка – это полная профанация и может служить только в тех случаях, когда физическая проверка физически неосуществима. Как там Иван Валерьевич Ященко мне рассказывал, там у них на некоторых олимпиадах нужно полтора миллиона детей проверять. Это да, я соглашусь, что здесь, понятно, если ресурсов нет, можно придумать какой-нибудь механизм, и то я не уверен, что это сейчас заработает. Но что касается замены реальной учительской работы по проверке тетрадей, разговора один на один, вот это как раз и есть индивидуальные траектории. И их-то они как раз и гробят, да, вот это вот правильная индивидуальная траектория, это когда с каждым человеком просто поговорят про то, какой у него успех в предмете. Когда учитель лично, да, в личном контакте это делает, а это как раз они и убивают. То есть сейчас, я прошу прощения, Министерство просвещения, если давало этот приказ, скорее всего, Вологодский начальник не сам же все это придумал. Если был дан этот приказ, он вредительский, откровенно вредительский, да, и, соответственно, ну Кравцов как-то несет полную ответственность. Если он не давал такой приказ, я даже не знаю тогда, кто его давал, да, то есть кому подчиняются все эти, значит, департаменты на местах, ну это просто там фантастическое вредительство и все. Не говоря о том, что чем больше ребенок проводит времени в этих гаджетах, тем хуже его здоровье, и там есть санпины, и все это нарушается. Вообще все, что здесь происходит, полностью антиконституционно, потому что у нас, так сказать, в Конституции не написано, что всех нужно загнать на какую-нибудь платформу там типа в Сверума, а написано, что всех надо учить. Ну, в общем, я это все как бы много раз говорил в других выступлениях, поэтому здесь я просто скажу родителям, что вот у нас есть прекрасный пример действия. В Нижнем Новгороде состоялось региональное, межрегиональное родительское собрание, посвященное обсуждению цифровых экспериментов вот этих. Ну и послали просто правительству телеграмму, вот здесь по ссылке увидите текст телеграммы. Чем больше родителей пошлет такую телеграмму, тем лучше. Если родители пойдут в суд и будут говорить, значит, меня заставляют подписаться на какие-то интернет-платформы, вместо того, чтобы моего ребенка учить, как это по Конституции написано, я думаю, что они там все задрожат. Вообще, если в сентябре начнется там великая родительская буча, что называется, кто не спрятался, я не виноват. Я призываю к этому родителей, уж простите, потому что мы все должны бороться за нормальную школу, а если Минпрос вот так себя ведет, то ему просто надо давать по рукам. Я говорю, вы видели, я в выступлениях не всегда ругаю, там какие-то вещи, Кравцов правильно говорит, вроде бы даже начинается деятельность по... Ну, разговоры пошли о том, что будут отбирать гаджеты на входе, это очень важно, чтобы их отбирали, да? Пошли про это разговоры, правда, пока, значит, я не знаю, где это реально отбирается, но бывает так, что я согласен с Кравцовым, но в данном случае, конечно, то, что происходит, это какой-то кошмар. И то, что он объявил, что все учительские позиции закрыты, это какое-то просто фантастическое лицемерие, при том, что там, может, формально он этого и добился, записав трудовика на введение всех 8 или 10 предметов в школе во многих местах. Ну, вы можете сами, да, если меня учителя сейчас смотрят, каждый учитель России может оценить, сколько реально не хватает мест, да, учительских, если с учетом вот этих вот фальшивых ставок, когда один учитель ведет все на свете. В общем, вместо того, чтобы вот эту проблему решать, они занимаются какой-то, значит, непонятной цифровизацией, никому спокойно жить не дают. Еще там сейчас разрабатывается, что издательстве просвещения останется всего одна книга на каждый предмет, ну, это как бы перебор. Я понимаю, когда 2000 книг это глупость, но учителя иногда привыкают работать по каким-то книгам, по которым они работали там всю свою жизнь. И если эта книга перестанет быть в списке просвещения и ее школа не сможет заказывать, вы сами понимаете, что учебный процесс этим только разрушится. Поэтому уж точно какой-то переходный период нужен, да и потом ни одна книга по предмету, ну, там 3-4-5 нормально, 3-4-5 это в принципе нормально. То есть, опять, в эту сторону можно подумать, но не с такой, как бы, не заставив дурака молиться, он весь лоб расшибет. Опять, короче, приходится критиковать, критиковать министерство просвещения. Цифровизация как сама цель, вхождение в десятку какие-то. Какая нахрен десятка? Вы чего? У нас после февраля этого года никакая десятка нигде не светит, даже если у нас вдруг, неожиданно мы станем прекрасным. Прекрасная система образования, это никто сейчас уже не заметит. Поэтому нужно там перестать ездить по этим старым рейсам. Так, здесь все. Все внизу смотрите ссылки, там выступления Миши Богданова на форуме «Армия» про это же. Вот эти вот, значит, Вологодский Минпрос, Нижний Новгород, Телеграма. Ну и доктрину родной школы тоже, пожалуйста, изучите мою. Она по ссылке есть. Это и есть альтернатива. Нам говорят, что вы предлагаете? Я говорю, мы все предлагаем. У нас концепция нормального вгоса, у нас доктрина, у нас первые действия немедленные, все уже есть. Поэтому если вдруг какому-то президенту России, например, Владимиру Владимировичу Путину на сегодня, да, потребуется спасти школу, пожалуйста, пусть приглашает родную школу, и мы этим займемся. И, кстати, об этом я поговорил в течение часового интервью на поступашках. Смотрите все. Офигенно вышел разговор с Михаилом Абрамовичем Гальпериным. Во! Едите туда и смотрите. Так. Блок 3. Математические гастроли осени. Байкал Лайф. Тут я буду уже достаточно краток, иначе просто мы никогда не завершим. Байкал Лайф, 28 августа. Мой любимый фестиваль. Моя лекция. Математика вокруг нас. Это я еще раз туда полечу, и потом уже 31-го мы вернемся, наконец, назад. 6-го сентября Майкоп. Торжества по поводу членкорства и торжественная лекция в моем городе, так сказать, родном. В том смысле, что там лежит трудовая книжка. Да и вообще, я как бы уже и адыг частично, да. 8-го сентября Орленок. Но это для тех, кто там будет туда вход внешний невозможен. Майкоп, кстати, наверняка там будет свободный вход. Да, самое главное. Вот то, что я сейчас перечислю. Ближе к делу всегда будет помещаться в ВК. Да, уже не на канал. На канале мы больше времени на это тратить не будем. Только раз в месяц я буду обновлять эту информацию, да, по текущим гастролям новым, следующим. А информация будет за несколько дней в ВК. Поэтому обязательно следите на ВК. Обязательно. Так, 12-го сентября Нижний Новгород. 13-го сентября Волгоград. Дальше идут выборы президента РАН. И там некоторые многочисленные встречи в Москве, работа в Москве. 27-28 сентября Новосибирск. Так, 29-го возможно будет некоторая конференция от Вани Ященко, но пока неизвестно. И выходи решать. Может быть меня привлекут к Олимпиаде, к выступлению там где-то с лекцией. 3-4 октября Шаталенко в Красновидного Московской области. 6-го сентября... Извините, это уже октябрь пошел. 6-го октября я доеду до Севастополя. Уже взял все билеты. Альтаир. Буду выступать в Альтаире. Вот. Так. 10-го октября поеду с, как это сказать, инспекцией, шучу, с лекцией в гимназию Примакова. Там какой-то центр у них. Ну, на самом деле я хочу посмотреть, кто это такие. Давно уже хотел. И тут как раз позвали. Так. 12-го и 14-го октября опять Майкоп, две конференции. 17-го и 18-го октября в Москве МЭИ и МИФИ выступления. Так. Когда-то будет Тула, но все-таки пока непонятно когда. 19-го, наверное, она все-таки не сможет быть. Пока непонятно. Так. Московский дом книги. Мы просим на 20-е октября сделать большую презентацию нам с Филатовым про механизмы. 26-го октября я планирую набежные Челны. Хотя туда еще не писал. 27-го октября, если набережные будут в порядке, 27-го прямо оттуда поеду в Сарсы вторые к Люде Желтышевой. Вот. В их сельскую школу в районе Красноуфимска. 31-го октября и 1-го ноября я в Санкт-Петербурге. Ну, 1-го вернусь, видимо, к вечеру. Так. Там много всего будет. Летит, МО, что-то еще. Может быть, будет 10-го ноября Архангельс, 16-го ноября Полоцк. 21-го, 25-го ноября Сочи Сириус. Это смена кавказская. 30-го ноября, 2-го декабря. Три дня. Экономикон АГУ. Ну и там еще, возможно, мы поставим Новый Рюнгой. Набережные Челныс еще раз в декабре. И в конце декабря Иркутск. Так. Не расставил еще Институт космических исследований, приглашает Лев Матвеевич Зеленый. Сунц не расставил, Юра Егоров зовет. Ну и вот Тулу ждем. Ну вот это вот на осень все. Больше как бы ничего. То есть это, я хочу сказать, все закрыто. То есть дальше, к сожалению, я уже не смогу принять приглашение на осенний-зимний период. Блог 4. Все мои выступления. Ну тут совсем быстро. На РБК отличный совершенно ролик «Тренды про математику». Мое короткое выступление в Госдуме смотреть. Очень длинное содержательное интервью на аудио статьях. Радио «Спутник» вышел совсем недавно. Говорят, очень клево. Вот я еще пока до конца не досмотрел. Вот две ссылочки на него. Заходите и слушайте. Окружная газета «Измайловская». Сейчас выйдет интервью со мной. Правда, они, к сожалению, по согласованию со мной пришлось, ну как бы, согласиться на урезание большей части критической по отношению к Минпросу. Потому что это государственная газета, они очень боятся. И, ну как бы, фактически они бы просто не поместили интервью, если бы я не согласился. Меня прижали к стене и пришлось согласиться всего лишь на финальную фразу о том, что школьный урок нельзя заменить экраном. Но это все-таки оставили. И за это спасибо. Это прямо вот в газете, вот это в каждый ящичек будет интервьюшка со мной бумажная. Партия прямой демократии взяла мне интервью. Как становятся математиками на наука про у Паши Кучеренко. Тоже здесь. Так, ну пацаны заняли второе на Международной олимпиаде по математике. Китайцы, правда, порвали всех вообще. Первые четыре места просто Китай. Но мы заняли, тем не менее, второе. Заняли бы, если бы это, понятно, сейчас нас отовсюду убрали. Но мы-то продолжаем сравнивать свои результаты с остальным миром. Убрали, какая нам до этот мир разница. Вот. Ну и все. В приложении несколько полезных ссылок. Куча текстов, которые вышли с моими, значит, статьями. Куча видео. И вся информация про занимательную экономику. Тоже, пожалуйста, вот здесь. Смотрите, приходите, покупайте. Ну и я желаю всем того, чтобы в новом году было много хорошего. Поменьше плохого. Обо всем плохом мы будем докладывать. И, может быть, оно будет прекращаться. Будем на это надеяться, правильно? Вот. И всем. Маткульт. Привет. Маткульт. Пока. Маткульт. ПОДПИСМЕНТЫ